B-26 Invader. Американский ближний бомбардировщик. Штурмовик. Совершил первый полет 10 июля 1942 года. Было построено около 2500 машин. Цельнометаллический моноплан. Двухмоторный Invader имел лишь одного пилота, что было необычно для американских конструкций в тех лет. Первоначально самолет задумывался в качестве штурмовика. Вооружение B-26 составляло 6 пилеметов, расположенных в носу. Дистанционно управляемые надфюзеляжные и подфюзеляжные турельные установки. Ну а теперь давайте поговорим про нашу модель. Сегодня хотел бы вам представить обзор на модели компании ICM B-26 Invader. Первое, что мы видим, красивый красочный бокс-арт. Коробка с плотного картона. В коробке у нас пакет с литниками. Большой, много литников. Инструкция в виде журнала формата А4. Первая страница глянца. Все последующие матовые. Инструкция. Большой лист инструкции. Инструкция на новой бумаге, которая прекрасно приводится, приклеивается. Очень хорошая бумага. Мне нравится. Не инструкция, а декаль. На декале у нас достаточно большое количество опознавательных знаков. Это позволит вам собрать большое количество вариантов данной модели. Как я сказал, инструкция в виде журнала. Инструкция очень подробная. Каждый шаг расписан подробно. Хотел бы обратить внимание, что внутренние части модели достаточно детализированы. Поэтому при окраске модели уделите внимание этому моменту. Потому что через остекление будет очень-очень хорошо видно все внутренние элементы. Это будет круто, если вы покрасите, и это будет смотреться классно. Дальше смотрите инструкции. Инструкция, как я сказал, очень подробная. То есть каждый шаг расписан очень подробно. Поэтому я считаю, что данную модель не составит труда собрать как новичку, так и опытному моделисту. Теперь давайте поговорим про литники. Литники у нас выполнены из серого пластика. Приятные в обработке, приятные в работе. Хорошо откусываются, хорошо клеятся. Ну, пластик вообще классный. Сборка тоже, я думаю, не составит труда, потому что не доставит проблем. Так как уже много очень достаточно собранных моделей подобного самолета. Немножко других модификаций. И поэтому только положительные отзывы я читал про данную модель. Каких-либо дефектов на литниках обнаружено не было. Даже самые мелкие детали были пролиты очень хорошо. Далее на крупных планах будут все литники сняты, и вам будет видно, что качество вообще классное. На модели присутствует расшивка. Расшивка внутренняя очень хорошая. То есть при окраске, визеринге она не зальется, и в смывку все прекрасно сделаете. Это вообще очень круто. Шасси у нас выполнены из половинок, и на них имеется протектор. То есть не голая просто баланка, а там нарезаны как протекторные выемки такие. Тоже прикольно смотрится, поэтому можно будет, кстати, сделать их самостоятельно приспущенными. Я постараюсь снять видео, как это сделать в последующем на канале. Думаю, у меня это получится, вам это показать. Будет тоже, как колеса под нагрузкой показать, сделать. Ну вот, приятного просмотра, всем спасибо, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!